На базе Московского регионального социально-экономического института состоялась первая международная научно-практическая конференция «Постсоветское пространство. Территория инноваций». Цель конференции – поиск новых решений в сфере образования и обмен опытом. Подробности далее. Руководству института за 20 лет его существования удалось сформировать профессиональный состав преподавателей и набрать большой опыт в методике подготовки студентов. До сегодняшнего дня институт ограничивался внутривузовскими конференциями. И теперь накопленный опыт дал возможность выйти учебному заведению на новый уровень. В конференции приняли участие педагоги и ученые из России, Болгарии, Венгрии и Казахстана. Коллеги собрались вместе для обмена мнениями о состоянии экономики как в нашей стране, так и в мире. Поделились опытом на местах, попытались решить вопросы, связанные с образованием подрастающего поколения. Наша система образования переживает сейчас весьма сложный период. Практически как в 1985-м далеком году началась реформа системы образования, вот так в этом режиме мы живем до сих пор. Постоянное, перманентное реформирование. Тематика конференции была разделена на четыре направления. Были зачитаны доклады по экономике, управлению, бухгалтерскому учету и психологии. Собравшиеся говорили о необходимости поиска путей решения по внедрению наработанных навыков в процессе обучения на практике. В нашей стране уже происходят такие процессы, когда внедряется в ряд школ такая наука, теория решения изобретательских задач. Впервые она появилась в Новосибирске, где-то примерно в 2008 году, где-то в 2010 году появилась уже и в двух подмосковных школах. В ходе конференции поднимались вопросы методики советского образования, законодательства в данной сфере, развития постсоветского пространства в условиях рыночной экономики и сырьевой зависимости и многие другие темы. Возможность личных встреч и обсуждений дает, безусловно, большой положительный эффект в понимании подходов в области образования нового поколения. Екатерина Чернышева и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.